Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры за Manchester United. В начале этого видеоролика хотел бы вас попросить, давайте обязательно поставим под этим роликом лайк и обязательно подпишемся на канал. Будем потихонечку каждой цели двигаться с вами вместе. Сейчас у нас на канале, когда я записываю 417 подписчиков, давайте добьем до 420. За сегодня я буду просто вам благодарен. Ну и также хотел бы вам сказать, что на моем канале есть такая рубрика «Правдивые пенальти». Пока что, правда, один выпуск, который был заснят еще где-то в апреле-марте, но он просто первый самый ролик, который набрал больше тысячи просмотров. Поэтому я уже отснял, отмонтировал, загрузил на канал вторую часть. Я верю, что вы поддержите этот ролик, так что совсем скоро, на выходных, скорее всего, я выложу этот ролик с комментатором Матч ТВ Михаилом Миламедом. Так что я буду ждать от вас большой поддержки. Всем огромное спасибо и давайте начинать. Сегодня у нас три матча. Домашний матч против Шеффилда, а потом домашний матч в Лиге Европы против Базеля и выездная игра против Брайтона. Ну что же, начнем мы, пожалуй, с Шеффилда. Я не знаю, каким составом мы играли против Бернеля. Скорее всего, вторым. Почему-то мне так кажется. Так, ну да, здесь какая-то соляночка прям. Давайте тогда первым составом мы прям выйдем против Шеффилда. Нам нельзя ни в коем случае вообще терять уже очки в чемпионате. Мы как-то что-то низко сильно идем. Поэтому, так, Ленделев у нас 82-й. Поэтому бои и так уже устал. Вот Бруно Фернандес что-то здесь сделает, забыл. Ван Дебек, я не знаю, на самом деле. Давайте Ван Дебека я выпущу, если что, в Лиге Европы прям сразу стартит. А вот Мэгисон, пусть поиграет. Погба, тоже вот он отдохнул в матче против Бернеля. И мы потеряли из-за этого очки. Также давайте Решфорда. В центре у нас, естественно, Марсиаль. Ну и справа, ну пусть будет Гринвуд. Хотя он очень устал, а Джеймс не так сильно. Давайте вот здесь хотя бы вот это вот оставим одну позицию. Так. Ну и Ван Дебека я тогда возьму лучше. Вот так. Ну и вместо Еланги я вряд ли бы стал выпускать Елангу с рейтингом 66. Поэтому я Фреда, пожалуй, возьму. И вот таким составом мы будем выходить. Даже вот так на Бруно Фернандес, естественно, наденем капитанскую повязку. Оденем. Оденем капитанскую повязку. Так. На все. Манчестер Юнайтед Шеффилд. Состав их я даже не посмотрел, но и не сильно. Мне это важно. Поехали. Итак, Манчестер Юнайтед против Шеффилд Юнайтеда. Интересный матч. Я практически каждый выпуск в любой карьере говорю, что каждый матч интересен. Но это так. Футбол. Это непредсказуемая на самом деле игра. Поэтому мы сегодня посмотрим, как отыграет Манчестер в домашних стенах против Шеффилда. Мы видим, что Шеффилд сразу пошли так немножко в оборону. Ну и мы пропускаем. 74-я минута. Я просто вот не понимаю, что нужно еще делать. Мы вроде как и атакуем. И все. Но вот одна какая-нибудь атака у соперника. И все. Сразу же нам прилетает. И все. Поражение против Шеффилда дома. Причем вроде бы и создавали моменты, и атаковали. Но сейчас посмотрим. 4 удара, 1 створ. То есть больше. Да и владели тоже. Но вот возник один момент, я говорю, у Шеффилда. Они его реализовали. Итак, после этого матча мы спустились на 8-ую строчку. Для нас это уже второе поражение в сезоне. Так, нам приходит сообщение. Ежемесячный отчет сборной месяца. Никто здесь на нас не попал. Ну вот смотрите, Линделев плюс один, Фосу Минцах, Мэдисон, Перейра, Гринвуд. А остальные, ну это все, молодежка всякая. Поэтому неплохо. Такие игроки хотя бы качаются. Так, у нас следующая игра как раз против Базеля. Поэтому я вот честно не знаю. Надо посмотреть по турнирной таблице, что у нас сейчас там вообще происходит в Лиге Европы. Мы идем на второй строчке. Поэтому мне кажется, здесь нам обязательно надо побеждать Базель. Мы ему так отдали одну очко. Поэтому я не знаю. Ну выпущу я точно Хендерсона. Вот. Дальше у нас там игра с Брайтоном. Поэтому я Гринвуда сюда, естественно, выпущу. Могу Ван де Бека вместо Мэдисона. И вместо Магуайра выпсил бы Байли. Все, вот таким составом я бы вышел против Базеля. Потому что даже таким составом я не смог обыграть Шеффилд у себя дома. Теперь надо отбирать очки снова у Базеля. Стараться. Игра у нас сейчас домашняя. Поехали. Итак, матч Манчестерю на этот Базель. Поехали. И отлично. Это один лон. Антони Марсиалис забивает. Хорошо сейчас получилось вообще раскатать. Ван де Бек с центра поля вроде протащил этот мяч. Увидел свободную зону. Даже больше, чем в центра поля. Он прошел там трех игроков на скорости. Просто отдал на Гримуда. Тот на Марсиале. И все. Это 1-0. Мы выходим. Отлично. И Решфард. Это 2-0. Как замечательно. Сейчас он еще и подкинул этот мяч. Шикарный матч. И надеюсь мы Аберден все-таки обойдем. Да там и по личной встрече можно их будет обыграть. Все супер. Так, Игало. Неплохо вот здесь Гринвуд. Набирает, набирает. И как же он сейчас перекидывает. Это Мэйсон Гринвуд. Шикарен, а? Мэйсон Гринвуд. Гол плюс голевая за этот матч у него. Ну шикарен. Шикарен этот парень. Просто взял и перебросил голкипера. И причем в нужное время он забил. Потому что в 94-й минуте нам 4 минуты добавили. Так что такого здесь нет. Отлично здесь вот на скорости прошел. И он обязательно перебросил. Еще и от штанги. Это вообще так сочно выглядит. Ну шикарно все. 3-0. Громим Базель. Надо было так еще в чемпионате выиграть. Шеффилд. Но нет. Марсиаль. Рэшард. И Мэйсон Гринвуд. Забивали сегодня. Ну естественно мне кажется. Гринвуд игрок матча. У него гол плюс голевая. Вот. Сейчас мы это посмотрим. 4 удара. 3. Залетели. Отлично. Ну и да. Мэйсон Гринвуд. И опять у него оценка. Вот Гринвуд. Гринвуд даже 2 голевые отдал. Он еще и на Рэшфилда. Так что у Гринвуда гол плюс 2 голевые. Вообще шикарен парень. Итак. Аберден. Там вообще проиграл Браги. Поэтому сейчас мы на законное первое место встаем. У нас еще 2 матча. Получается против Браги и против Абердена. Ну это прям. Вы посмотрите. Вторая, третья строчка. Ну. Я не знаю кстати когда мы будем играть со спортом. Ну тут все матчи это просто уже важны. Нам надо в каждом выигрывать. Чтобы прям с первой строчки выходить. Вот. Ну и сейчас у нас последняя игра. Против Брайтона. Так. Нам приходит сообщение. Мактоминой полностью выздоровел. И нам предлагают кстати в Челси перейти. Интересно. Сейчас предложили. Ну потому что Челси на 11 строчке там находится. Вот они и решились так подстраховаться. Вот. Что у них за состав вообще? Ну так у них то все топовое. У них Хабертс, Вернер. Вот они новые трансеры. Куда-то галкипер отделен. Новый. Чилл. Так. А может он и есть? Нет. Кто у них еще? Тут прям стоповых таких. Новичков. Ну вот Диеш еще причем. Луис Альберто у них есть в составе. Тиаго Сильо тоже. Нет. Я останусь в Манчестере. Потому что это карьера все таки же за Манчестер Юнайтед. Вот. Мы здесь только сезон 1 отыграем за Манчестер Юнайтед. Как. Это у нас ежегодная. Такая. Вот. Ну что же. А сейчас у нас последняя игра. Тем более у нас дальше там. Вы смотрите. С Элигарпуля матч. Так. А там 11 дней. Да давайте я первым составом выйду против Брайтона. Потому что мне нужны очки обязательно. Так. Что у нас здесь? Здесь Магуайра тогда выпущу. Вместо Линделев. Это кто-то устал. Что-то. Вот. Остальные парни. Что там. А все готовы. Но вот. Не знаю. Выпускать ли Мэдисона сейчас. Давайте я во втором тайме. Если что-то пойдет у Ван Дебека не так. Я выпущу Мэдисона. Потому что Мэдисон замечательный мяч протащил в прошлом матче против Базеля. Поэтому заслужил еще одну игру в старте. Ну что же. Брайтон Эмью. Поехали. Итак. Фелмер Стадиум. Брайтон против Манчестера. Последний матч сегодняшней выпуски. Ну как-то обидно у нас. 1-0 проиграли Шеффилду дома. 3-0 вынесли Базель дома. Ну и сейчас вот игра снова в чемпионате. Посмотрим как она у нас сложится. Неплохо на Ван Дебека. И Марсиаль. И Марсиаль. 1-0. Антони Марсиаль с голевой от Ван Дебека вроде. Супер. Я вообще за замену бы тогда делал. Выходи. Головьи вместо Марсиали. Вообще. Марсиаль 3 матча в старте вышел. За сегодня очень устал. Пусть отдохнет. Вернуться в атаку. Чтобы хотя бы. Дхэя пожалуйста. Спокойно. Нет. Ну нет. Естественно на 93-й минуте. Брайтон сравнивает счет. Шикарный матч. Шикарный просто. И никто ведь и не накрыл этот мяч. Все просто ядерее смотрели. Естественно нам сейчас ничего не даст. Да все. Финальный сесток. После гола сразу же. Ну и. Одно всего лишь очко. За два матча. В чемпионате. Мы сейчас вообще были на 8-й строке. Сейчас глянем на какой мы будем. Челси там 4-0 Лестер выносит. Мы на 9-й строчке. Ну вот и Челси нас обогнали. Надо было. Надо было уходить. Вот. Ну что же. На этом мы заканчиваем с вами выпуск. Так. Сейчас посмотрим. Никто ли нам ничего там не написал. Ну сейчас вот это вот. Что матч. День дерби. Ну давайте. Так. Последние два матча вы проиграли. Не беспокойтесь насчет дерби. Мы справимся с волнением. Да почему мы проиграли. Мы просто не выиграли. Два последних матча в чемпионате. И все. Переговоры. Работа скаутов. Кого-то нам нашли. Укрепление слабых. Мест. Санэ. Добавим. Блин. Ну блин. Да я не собираюсь возвращать. Нет. Возрастной игрок уже. Все. И. Все. Я так понимаю. На этом. Усталость. Все. Всем спасибо большое друзья за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Которые у нас выходят по выходным. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok